Бывает так, что при просмотре фильма я выделяю одну какую-то конкретную сцену, просто потому что она мне нравится. Думаю, я не один такой. От мысли, почему она мне нравится, избавиться довольно сложно. Так что теперь я хотел бы делиться с вами вот такими вот мыслями. И да, они весьма субъективны, поэтому не претендуют на какую-либо точность. Одно большое видео собирать из подобных штук я тоже не вижу смысла, потому как эти сцены разные, и мысленно их счет тоже не объединить в одну тему. Так что привет, Вест здесь. И это одна сцена. Сегодня я хотел бы коротко разобрать сцену из фильма «Особое мнение», снятого Стивеном Спилбергом в 2002 году. Стоит отметить, что это один из моих любимых фильмов Спилберга. По многим причинам это кино мне нравится, но что я всегда в нем выделял, так это звук. Так что в этой сцене я предлагаю обратить внимание на то, как звук помогает быть вовлеченным эмоционально в повествование. И несмотря на то, что подобное я замечал на протяжении всего фильма, в этой сцене эта сторона фильма выражена сильнее всего. И да, лучше я покажу вам сцену полностью, чтобы вы сильнее прочувствовали суть, так сказать. А еще тут спойлеры, так что если вы не смотрели фильм, то я вас предупредил. Готовы? Поехали. Провидец по имени Агата впервые оказывается в доме главного героя и его жены, где ее посещают различного рода видения о пропавшем без вести сыне супругов, которые очень тяжело пережили потерю мальчика. Однако в это время за Агатой и Джоном гонится полиция, и до их прибытия остаются считанные минуты. Шоан. Шоан. Он находится на пиво, на воде. Он просил тебя прийти с ним. Он стал расти его мать в воду и на воду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Акценты здесь на то, что она говорит И герои в комнате хоть и реагируют крайне эмоционально, но при этом стараются молчать Но то, что происходит после меня всегда поражало Джоан задает Агате прямой вопрос Но она не отвечает, потому что знала, что в этот самый момент полиция уже в пути и остается мгновение до их ареста И для того, чтобы сильнее передать то, что время вышло, она переходит от тихой речи в пронзительный крик Который после сразу же переходит в гул от двигателя и летательного аппарата Эта сцена достигает своего пика эмоционального напряжения именно в этот момент Давая понять, что все это время Агата знала, что им уже не уйти Так что оставшиеся считанные минуты она потратила на то, чтобы поделиться своими чувствами Которые она ощущает здесь и сейчас в настоящем Помимо того, как работает звук в этой сцене Мы также сильнее всего эмоционально вовлечены в переживания всех троих героев И Спилберг знал, что акцентируя наше внимание на тихом аналоге Он с легкостью может перебросить зрителя в тяжелую и напряженную ситуацию Дать нам прочувствовать то, в каком положении в итоге оказываются герои Что в итоге мне кажется довольно простым, элегантным и чертовски круто работающим приемом Что ж, это была одна сцена Пишите в комментариях, как вам такой формат Может нужно что-нибудь добавить в этот фонтан субъективности и эпизодичности Так что буду рад вашим мыслям и предложениям А если вам понравилось, то поставьте ролику лайк и подписывайтесь на канал и в группу вконтакте А еще можете поделиться этим видео с друзьями, может им будет интересно